31 августа был убит глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он получил смертельное ранение при взрыве в кафе в центре Донецка. По подозрению причастности к убийству уже задержаны некие украинские диверсанты. Их сообщником называют охранника Захарченко. Тот в бегах. Пик убийств политиков и военных в ДНР и ЛНР пришелся на 2015 год. Тогда в самопровозглашенных республиках началось централизованное формирование армейских корпусов, несогласных устраняли. Тутбай вспоминает громкие убийства в ДНР и ЛНР. Михаил Толстых, известный как Гиви, был главой батальона Сомали. Полковник ДНР получил широкую известность после боев за Донецкий аэропорт. Видеоролики, снятые на GoPro бойцами Спарты и Сомали, принесли ему известность. Погиб 8 февраля 2017 года от выстрела из огнемета «Шмель» в рабочий кабинет на базе Сомали в Макеевке. По версии ДНР за его устранением стояли украинские спецслужбы. 16 октября 2016 года был убит полковник ДНР, командир батальона «Спарта» Арсений Моторола Павлов. В лифте дома, где жил военный, сработало взрывное устройство. Моторола был одним из самых раскрученных в медиа командиром. Известность, как и Гиви, получил благодаря роликам из Донецкого аэропорта. Покушение на Моторолу власти ДНР обвинили Украину. Бывший премьер-министр самопровозглашенной ЛНР Геннадий Цепкалов был задержан местными властями в сентябре 2016 года по делу о попытке совершения госпереворота. 24 сентября 2016 года он был найден в камере повешенным. В ЛНР заявили, что Цепкалов покончил с собой. Павел Дремов, казачий атаман и полевой командир ЛНР, был убит 12 декабря 2015 года. Дремов часто выступал с резкими высказываниями в адрес главы ЛНР Игоря Плотницкого и угрожал обнародовать компромат на него. Убит на второй день после собственной свадьбы. Взорвался подаренный автомобиль. Версии о виновниках разошлись. Обвиняли Киев, личных врагов и допускали возможность неосторожного обращения с боеприпасами. 23 мая 2015 года машину с командиром батальона «Призрак» Алексеем Мозговым подорвали на фугасе, а затем расстреляли. Мозговой в ЛНР контролировал город Алчевск. Ответственность за убийство командира «Призрака» взяла на себя украинская группировка «Тени». Евгений Ищенко был народным мэром Первомайска. Погиб при обстреле автомобиля неизвестными 23 января 2015 года. Глава ЛНР Игорь Плотницкий возложил вину за убийство на Украину. Однако сам Ищенко часто критиковал руководство ЛНР и обвинял его за недоходящие гуманитарные конвои из России. Александр Беднов Бэтмен был командиром одноименной группы. С 14 по 27 августа 2014 года возглавлял Министерство обороны ЛНР. В какой-то момент руководство республики начало обвинять Беднова в похищении людей и разбои. 1 января около города Лутугина автомобиль, на котором ехал Беднов, решили задержать. Официально сообщалось, что Бэтмен и его бойцы оказали сопротивление. Машину расстреляли из автоматов. Вместе с Бедновым погибли еще 5 бойцов.